Для нашего бублика звучит песенка! Да! Ну такая понятная, попсумная. Да-да-да. Да. По-любому попсум. Я вернулся в город поздно вечером На перроне голуби вокзальные Как знакомо! Мне сегодня делать вовсе нечего Вот это по мне! Вот иду и просто отдыхаю я И с этим можно гулять круглосуточно И завтра ты свободна практически Посидим, помолчим на скамеечке Давай сегодня оторвемся по-питерски Вот такая есть. Класс! Это, как говорит Джакония из попсов Вот слова пишите Отличная песня! Интересная песня, да Хорошая Лиричная такая Мы ее выучим за неделю Здорово! Знаете, я так поняла, что в вашей музыке много-много-много разных стилей Какой-то прям музыкальный коктейль какой-то Музыкальный коктейль А давайте мы тоже споем песню Кстати, давайте про коктейль Давайте Песня о том, как чего-то в жизни добиться Кратцайшим путем Если все идет с утра Я со сном Со светом тень Все слова В стихотворении Ну, чтобы исправить настроение Ну, а если музыку смешать? Тогда что? Музыкантом можно стать Точно! Классным музыкантом А вы скажите, Эмили, а вот если вот, например, вот тут нету ни голоса, нету ни слуха, играть не умеешь, а желание есть? Вот такого не бывает, что нету ни слуха, ни голоса. Бывает, что нужно просто немножко больше этому уделить внимание. Любую способность, даже ее отсутствие, можно развить. Главное, как ты правильно, Бублик, сказал, это желание. Если желание сильное, то здесь просто потребуется чуть больше времени. Например, не год, не два, а, например, 15 лет. Мама, собаки столько не живут. А на каком инструменте вы посоветуете вот 15 лет развиваться? Всем рекомендую контрабас. Во-первых, он красивый. Да. Это главное. Во-вторых, он убедительный. Убедительный-то он убедительный, конечно, очень тяжелый. Да. Тяжелый. Вот, а если вот без него бы как-то чуть попроще есть? Ну, если уж это совсем лень, так сказать, такой замечательный, красивый инструмент... Ну. ...и нету, ну совсем 15 лет прошло, а слуха и голоса так и не появилось... Ну. ...то тогда можно воспользоваться вот такой штучкой. Ой! Это называется музыкальная шкатулка. Вот ты ее вот так вот заводишь. Так, раз, два и три. И музыка играет. А под нее можно рассказывать, например, стихи, ну или какие-нибудь сказки. Вау! Например, жила-была Джаконя. Вау! У нее были красивые-красивые глаза... Ой! ...и фиолетовый бантик. Ой! Вау! Вы прямо как сказочник. Я и есть сказочник. Вау! Ваша группа называется Биллис Бэнд. Ага. Ну, я понимаю, почему Биллис? Потому что мы Билли. Ну, да, конечно. А Бэнд, это что такое? Бэнд. Бэнд. Бэнда, да? Что, правда? Нет, не совсем, не совсем. Бэнд так называли группы в те времена, когда только зародился джаз. Ага. Любая группа называлась бэндом. Бэнд в переводе с английского означает группа. А-а-а! А сколько в вашей группе человек? В Биллис Бэнд сейчас четыре человека. А вы, наверное, там главный бандит, да? Да. Да. О-о-о! А песни пишете вы? В основном, да. Но иногда мои друзья мне помогают. Причем как с музыкой, так и со словами. А-а-а! Ну, а это, наверное, трудно писать песни, да? Ну, смотря какие. А-а-а! Если ты хочешь написать хорошую песню... Да, хочу. ...такая песня, чтобы понравилась не только тебе самому, а и твоим друзьям, то здесь, конечно, нужно посидеть и подумать, как сделать так, чтобы песня оказалась действительно хорошая. Да сидеть-то я умею, а вот писать песни как-то не получается. А ты попробуй. Да? Ну, да. А вот про разбитие арбуза можно, например, что-нибудь придумать? Да-да-да. Вот. Конечно. Да? Это делается так. Для начала, для того, чтобы ввести слушателей в курс дела, нужно дать какое-то вступление. Например, туманный субботний вечер. Мы молча шли по улицам и несли арбуз. Точно. А где рифпотя? Но вдруг арбуз выпал и разбился. Все. Дальше идет припев. Как жалко, что арбуз разбился. Этот припев может символизировать не только разбитый арбуз, но и какое-то разбитое чувство. Может быть, это чувство горести или печали. Но потом, в конце песни, обязательно должно случиться что-то хорошее, для того, чтобы слушателям стало на душе легко и хорошо. Например, несмотря на то, что арбуз разбился, все сели и его с удовольствием... Съели. Вот. Вот она, рифпотяк. Все сели и арбуз съели. Вот. Здорово. Угощайтесь, пожалуйста. Да-да. Угощайтесь. Угощайтесь. Ничего, что я вот так вот руками... Да, конечно. А мы все... Мы же все свободные личности. Здесь все свободные личности, конечно. Держите. О, спасибо. Ой, нет. Хороший арбуз, кстати, хороший. Вкусный, хороший. Да, кто выбирал? Я. Я. Молодец. Спасибо. Надо будет тебя позвать в следующий раз, когда я буду покупать арбузы для всей своей группы. Я с удовольствием. Поможешь мне выбрать? С удовольствием. Приду. Спасибо. А сыграй что-нибудь из вашего вот репертуара. Из нашего репертуара. Из своего. Из своего. Ну вот есть такая песенка. Сейчас я вам ее спою. Не родись богатым, говорил отец. Кому-то ананасы, кому-то холодец. Не родись красивой, говорила мать. Жизнь несправедлива, надо же понимать. Ой, счастье есть. Есть. Счастье есть. Счастье есть. Счастье есть. Счастье есть. Надо только ждать. 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 Пять-надцать лет. Ждать. Счастье есть. Пять-надцать лет. Счастье есть. Здорово. Поэтому, хоть и ненадолго, но вы, Хоха, Бублик и Джаконя стали членами группы Биллис Бэн. Вот это здорово. А ведь джаз-то, наверное, возник как хулиганство? Да? Изначально да. А в джазе только и хулиганит, правда? Нет, в джазе не только хулиганит. И играешь хорошо, но делаешь вид, как бы пренебрегая. Это такая свободная манера, да? Как бы. Как бы такая повышенная доля расслабленности. Вот что-нибудь такое. Вот такое вот. Счастье есть. Абсолютная свобода. Абсолютная. А что это за песня такая? О чем? Эта песня называется скет. Знаете, что такое скет? Нет, нет. Это когда джаз-мен забывает слова и поет как бы слова, которые не существуют. Это вы на ходу придумываете? Это скет всегда придумывается на ходу. Если сейчас были слова, его ты тут. Полная. Это такая музыка, когда ты не знаешь, какая нота или слово прозвучит в следующую секунду. Вот это настоящая свобода. Вот это свобода. Да. Братцы, давайте споем песню про свободу. Давайте про свободу. Песня о свободе, о музыкантах, о музыкальной свободе и о свободных музыкантах. Преследует вечно детей огорченье. Им всюду поставлены ограничения. Нельзя разложить. Нельзя разложить им костер на диване. Играть у водолазов не следует в ванне. Хе-хе-хе-хе. А бабушкин зонт преврати в парашют. И родители точно тебя не поймут. Но наш вам совет никогда не грустите. Внимание на музыку вы обратите. Ах, хватайте скорее и барабан, и саксофон, и гитару, и ложки, и также трампон. Играйте, и вы обречете свободу. Пусть стенку соседи стучат до восхода. Когда в хулигане проснулся талант, свободный рождается в нем. Музыкант. Я свободен. И я свободен. Ура. Клуб знаменитых хулиганов. Ребята, принимаем в клуб, Билли. Поднимаем руки, единогласно? Да. Да. Спасибо. Ой, спасибо вам. А я вас приглашаю в свою группу. В группу Биллис Бэнд. Вау. Вот это да. Да. А давайте сфотографируемся на память. О, давайте, давайте, давайте. Дорогой Билли, мы дарим вам вот эту фотографию. Вот эту. Нашу совместную. Нашу совместную. Да, в память о нашей встрече. О, какая красивая. Это наш Бэнд. Да, да. И вот еще тут есть одна фотография. Это будет нам, а вы подпишите ее. Да, да. Пожалуйста. Вот, напишите что-нибудь там на память. Нам пожелания. Вот. Друзьям. Друзьям. С приветом. С приветом. От Билли. Вот. О, да, 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 да. Чего от Билли, друзья? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, хоть пора уже прощаться, но не от причины огорчаться. Мы, друзья, даем вам слово, что через неделю снова ждет приятель постоянный клуб веселых хулиганок. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok